Физическая копия намного лучше, верно? Так ты религиозен или... Я православный. Извини, я православный. Христианин. Да-да. Хорошо. Так что же привело тебя к чтению Корана? Ну, я просто читал Библию и... Хорошо. Так что ты думаешь насчёт Библии? Ну, Библия опровергает саму себя. К примеру, Иоанна 17,3 полностью опровергает Тройцу. Хорошо, совершенно верно. И другие стихи тоже. Они опровергают, что Иисус был Богом. К примеру, Он говорит, что Он не знает часа. Да-да. Как Бог может не знать чего-то? И Он молился Богу. Как Бог может молиться Богу? Да-да. Это мы молимся Богу. Но Бог никому не молится, правильно? Да. Есть много подобных стихов, как ты сказал. Если их прочитает тот, кто объективен и непредубеждён, тогда Он увидит, что они не имеют никакого смысла. Да. И кроме того, вся концепция религии не имеет смысла. Тройца не имеет для меня смысла. Да. И когда Иисуса распали на кресте, в Матфеи 27,46, я имею в виду, как Бог может убить Бога. Видишь ли, ты описал христианство. Я не знаю, как люди могут поверить в христианство, услышав то, что ты сказал, верно? Да. То есть Бог послал своего Сына, который является Его частью, то есть им же, чтобы убить себя, чтобы спасти человечество от самого себя. Да. Это и есть христианство. Так что я иногда не понимаю, как люди могут следовать подобной религии, верно? Да, да. Поэтому я говорю, что вся концепция сама по себе не имеет смысла. Они говорят, что мы отделены от Бога, поэтому мы грешники. Но если бы Бог хотел создать нас совершенными, Он бы создал нас совершенными. Он бы не создавал тебя неполноценным, чтобы потом убить собственного Сына, чтобы вернуть тебя к Нему. Это абсолютная чушь. Правильно? Эти понятия, которые ты видишь в христианстве, их не существует в исламе. Именно об этом я и говорю. Когда я читаю Коран, я читаю это Аль-Фатиха или что-то в этом роде. Да, да. Это первая сура Корана. И я пытаюсь выучить ее наизусть. Да, ма-шаллах. Тогда что тебе мешает стать мусульманином? Во-первых, я не дочитал Коран до конца, поэтому я хочу закончить его целиком. Без проблем. Веришь ли ты, что Пророк Мухаммад является посланником Бога? Да. Тогда дочитай. Потому что смотри, если ты веришь, что Пророк Мухаммад посланник Бога, и Иисус только посланник, а не Бог. Он Пророк. Да, Он Пророк. Кто-то избранный Богом, верно? Да. И ты веришь, что это жизнь не испытания? И что тебе нужно делать добро и подчиняться заповедям Бога, которые Он нам не спасал, правильно? И что нам нужно быть на связи с нашим Творцом и не отделяться от Него, а не просто следовать нашим страстам, правильно? Если ты веришь в эти вещи, то, по сути, ты веришь в то же, во что верит каждый мусульманин. Да. Но то, что ты ждёшь, это закончить чтение Корана, верно? Да. Я не собираюсь толкать тебя к этому шагу, чтобы ты немедленно стал мусульманином. Прочитай Коран, нет проблем. Потому что чем больше ты прочитаешь, тем больше это будет иметь смысл для тебя. Потому что ты только что говорил, что это имеет смысл, верно? Да. Чем больше ты читаешь, тем больше смысла для тебя это будет иметь. И напротив, чем больше ты будешь читать Библию, тем больше это погрузит тебя в замешательство, верно? Да-да. А не полная противоположность. Поэтому дочитай Коран. И смотри, мы здесь. Мы здесь примерно 5 или 6 дней в неделю. Приходи, если ты чувствуешь, что готов принять ислам. Ты можешь сделать это в любое время, хорошо? Обязательно ли мне идти в мечеть? Нет, тебе не обязательно делать это в мечети. Это ещё одна вещь об исламе. В исламе нет крещения. Тебе не нужно обливаться водой в холодную погоду. Нет-нет. Тебе нужно лишь сказать то, во что ты веришь своим сердцем. Хорошо. И ты станешь мусульманином. Да. Это так просто. Называется шахада. Свидетельство веры. Да. Что ты хотел сказать? Я хотел сказать, моя мама – преданная христианка. Хорошо. Она говорит, что не верит в Аллаха. Но мне непонятно, ведь Аллах просто означает Бог. Да. И сам Иисус говорил на арамейском. А на арамейском Бог – это Аллах или Аллаху, или что-то в этом роде. Да, Аллаха. Хорошо. Поэтому, если бы Иисус был рядом с ней, и он обращался к Богу – да. Он бы обращался к Богу, Аллаха. Да. И знаешь, как он молился? Он делал земной поклон. Правда? Да. Если ты прочитаешь Матфей 26, 39, там написано, что Иисус падал на лицо и молился. Он пал на лицо. Да. А кто падает вниз, когда они молятся? Скажи своей маме. Представь, что Иисус рядом с тобой. Слушай, это то, что я обычно говорю людям. Представьте себе мужчину с Ближнего Востока с бородой и стоящего перед вами, который молится, падая низ на землю и говорящего «Аллаха, Аллаха». Какой религией он может быть? Мусульманин. Но это и есть Иисус. Точно. Поэтому скажи ей, что ты об этом думаешь, хорошо? Потому что смотри, иногда, когда ты воспитываешься на определенные традиции, от этого трудно оторваться. Вот почему я вижу, что новое поколение намного ближе. И ислам в любом случае является самой быстро растущей религией. Но новое поколение ближе к исламу. Да. Чем старое поколение. Потому что новое поколение общалось со многими мусульманами. У тебя много друзей мусульман? Я уверен, что ты встречал много мусульман. Верно? Да. И новое поколение не застряло на своих традициях так сильно, как старое поколение. Верно? Да. Потому что представь, что кто-то живет на ферме, он выращивает овощи уже 50 лет. И однажды ты приходишь к нему и говоришь, что они ядовитые, и они тебя погубят. Для него это будет очень сложно принять. Он скажет, я проработал на этой ферме 50 лет, верно? И тебе нужно быть очень честным и искренним человеком, чтобы оставить это. Но шаг за шагом, я думаю, что если ты будешь говорить со своей матерью, она начнет понимать. Но это будет постепенно. Это постепенный процесс. Да. Братья и сестры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Я также хотел сказать, что... Я забыл. Не торопись. Нет проблем. Пророк, алейхиссалату вассалам. Он... Да. Алейхиссалату вассалам. Машаллах. Смотри. Я знаю. Это прекрасно. Потому что люди говорят «Мир ему». Они не говорят это по-арабски. Но ты говоришь это по-арабски, и это правильно. Да. Знаешь, когда я смотрю на то, как христиане объясняют христианство, и если ты им не веришь, они очень негативно к тебе относятся. Да. В то время как в исламе мусульмане просто приводят доказательства, а потом такие «Ладно, если не хочешь принимать, можешь поплакать и уйти». Это верно? Да. Это правда. Потому что я бы никогда не стал искажать истину, чтобы кому-то угодить. Да. Это еще одна вещь касательно ислама. К примеру, неверующие однажды пришли к пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, и сказали ему «Смотри, если ты будешь поклоняться нашим богам один год, то мы будем поклоняться твоему богу один год. И ты сделаешь это, а мы сделаем это». И он сказал им «Нет». Аллах не спасал ему в Коране, в суре неверующие. «У вас ваша религия, у нас наша религия». Ассаляму алейкум. Алейкум ассалям. Ты здесь уже долго. Подожди, он просто хочет немного поговорить здесь. Иисус. Я хотел знать, есть ли Иисус в Коране? Да, Иисус есть в Коране. Он упоминается по имени 25 раз. А по описанию и того больше, хорошо? И в Коране упоминается больше совершенных им чудес, даже чем в Библии. Да, к примеру, упоминается, что он говорил в люльке, когда он был младенцем. И это чудо имеет большой смысл. Знаешь почему? Потому что его мать в еврейской традиции, если женщина совершила прелюбодеяние, что с ней происходит? Ее побивают камнями до смерти, верно? Да. И якобы она сделала это с Иосифом. Значит, она должна была быть забита камнями до смерти, верно? Да. Да, потому что она совершила прелюбодеяние. Но Библия не дает объяснение чудесного рождения. Почему они не забили ее камнями? Почему они не исполнили наказание, когда они утверждали, что она прелюбодеяка, и что на самом деле это не было чудесным рождением? И вывод? Значит, они должны были побить ее камнями, не так ли? Да. Но Коран дает нам объяснение. Если младенец заговорил перед людьми, то теперь нет выхода, кроме как признать, что это чудесный младенец, посланный Богом, правильно? И ты обнаружишь в 19-й главе Корана, который называется Марьям? Мария? Да. Вся глава о Марии и Захарии, и Иоанне Крестителе, и Иисусе, и обо всем этом. Прочитай это, иншаллах, хорошо? Как я уже тебе сказал? Я знаю, я знаю. Они ждут тебя. Благодарю тебя. Если у тебя будут какие-либо вопросы, возвращайся. И когда ты будешь готов, вернись. Хорошо? Увидимся. Ассаляму алейкум, братья и шустры. Это автор канала «Призыв Дава». Я хочу обратиться к вам с просьбой поддержать мой канал финансово. Благодаря вашей поддержке вы станете причиной для наставления людей на прямой путь. Тем самым вы поддерживаете исламский дават. Аллах наградит вас за это. Ассаляму алейкум.